На финальную игру вышли команды «Подзембургаз» и «Полёт». Первые были одеты в синие футболки, вторые – в белые. На трибунах болельщики азартно переживали за своих земляков, и игроки не разочаровали зрителей. Интрига в игре сохранялась на протяжении всего матча, который длился по правилам два периода по 25 минут. Сначала в счёте повели спортсмены из «Подзембургаза», но в конце второго периода, совсем незадолго до финального свистка, полёт сравнял счёт, и дальше уже результат мог быть совершенно непредсказуемым. Серия пенальти – это почти что лотерея. На стадионе все затаили дыхание. Удар, ещё удар, и вот спортивное счастье улыбнулось ребятам из «Подзембургаза». Радость огромная. К этому шли весь год. Нервы были сегодня на пределе. Должны были выиграть в основное время. Не получилось. Фортуна ушла от нас. Но по пенальти вернул Бог нам. Я думаю, что мы заслужили эту победу. Глядя сейчас, теперь вот на команду «Газпром Бурени», наверное, всё-таки ещё больше наплыв пойдёт в детские школы, в спортивные школы, в футбол мы будем развивать. Ну и, соответственно, выходить, я уже говорил, выходить на более высокий уровень. Переносные районы мы прошли. Переносные области мы в этом году участвовали в Переносной области, заняли второе место. Я считаю, что хороший результат, хороший показатель для этого сезона, для первого года участия в таком соревновании. Первенство по мини-футболу год от года набирает обороты. И на этот раз всю зиму состязались за победу в нескольких турнирных группах, куда организаторы включили команды разной степени мастерства. Всего же в первенстве участвовало более 60 коллективов. Всего принимало участие 64 команды в зимнем первенстве, которые играли у нас в Манеже Узка-Подмосковья и на Фоке на Дальнем Ранке. Это было открытое первенство или только Щелковский городской округ и команды отсюда из селения, из города? Мы отдаем, конечно, предпочтение тем игрокам, которые проживают у нас. Почему? Потому что у нас очень много заявок на участие, а, к сожалению, даже со строительством ФОКа нам все равно не хватает времени. И вот наступают самые волнующие минуты. По результатам первенства проходит награждение победителей. Спасибо огромное командам за третье в сердце, за потрясающий матч и три, который мы создали для всех, для нас, для боевщиков, для самих себя. В каждые шести групп кубки выручаются командам, занявшим первые строчки турнирной таблицы. И что особенно приятно, в этом великолепном празднике спорта принимала участие и наша телерадиокомпания. Ее директор, главный редактор Евгений Докукин вручил памятный приз Андрею Ширяеву, который был признан лучшим игроком финального матча. У команды «Полет» второе место, третье и четвертое заняли команды «Физо» и «Заря». Поздравляем! Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...